Друзья, у нас очередной лещара. Класс! Друзья, супер просто! Я в восторге! А я паркую очередного лещичка. Иди сюда, родной. Давайте я вам покажу все-таки улов. Друзья, уже совсем скоро стартует 44-я международная выставка охоты-рыболовства на Руси. Многие производители с разных направлений охоты и рыбалки предоставляют вам возможность ознакомиться с новинками, которые еще появятся в 2019 году, или просто посмотреть необходимые вам товары. И самое главное, получить ответы на интересующие вас вопросы непосредственно от самих производителей. С 6 по 9 сентября в ДНХ павильон номер 75. А для моих подписчиков скидка по промокоду Николаев. Ссылочка находится в описании. Субтитры подогнал «Симон»! Приветствую всех любителей фидерной ловли. Друзья, с вами Владимир Николаев. Сегодня я снова нахожусь на фидерной рыбалке и на этот раз на дамбе Финского залива. Это южная дамба. Здесь происходила одна из первых моих рыбалок, когда я приехал сюда, в город Санкт-Петербург. Но вот совсем не скоро из этого города выезжать, и я решил вновь сюда вернуться, чтобы попытать счастье по ловле леща. Друзья здесь были недавно и хорошо отловились. Ну, я сегодня тоже постараюсь отлично половить. Будет ночная ловля леща. Небольшой эксперимент. Попробуем по прикормочке, как говорят спортсмены, напороть леща. Не наловить, а напороть. Классное, конечно, здесь местечко. Много отдыхающих, кстати. Но я думаю, к вечеру они разойдутся. Пока из таких рыбаков по виду не скажу я, чтобы кто-то еще будет оставаться здесь с ночевкой. Возможно, буду сидеть в одиночестве. Ну, у меня здесь по соседству стоит подводная лодка и крейсер ВМФ. Так что, друзья, надеюсь, будет интересно. Давайте приступать к замесу прикормки и оборудованию своего места. Целезобразно, конечно, изначально приступить к замесу прикормки, чтобы пока мы будем устанавливать, уже прошло первоначальное увлажнение. У меня сегодня также небольшой эксперимент, потому что я буду сегодня использовать сливовую арому. У меня осталась вся карповая. Ну, ладно, тем будет интереснее. Плюс еще ко всему я хочу сегодня добавить все 500 миллилитров на 4 килограмма. Не знаю. Многие, конечно, спортсмены считают это нормальным. Ну, посмотрим, как у меня пройдет этот эксперимент. Вообще, хочу попробовать сегодня покормить хорошо. Именно и зерновых много добавим. Так, за основу возьмем обычный проспорт. Здесь течение присутствует, но незначительное. Скажем так, просто небольшая тяга. Лещик здесь с удовольствием становится на корм. Если еще немножко добавлять живого компонента, то вообще будет хорошо. У меня есть опарыш, немножко мотыля, который с вчерашней рыбалки. Немножко он испортился, но это нам не мешает. Так, ну, все-таки, чтобы оставить небольшой сладкий ароматик, добавим спешил лещ карамель. В принципе, по структуре эти прикормки, ну, очень-очень похожи. Есть небольшие разные нотки вот в запахах. Ну да, здесь вот прямо отчетливо такая ванильный карамельный аромат. И, как уже сказал, присутствует небольшое течение. Я думаю, кормушку, ну, 60 грамм проблематично, наверное, в такой ветер забрасывать. Может, пулю поставлю. По дистанции еще не разобрался. Расскажу вам, как буду маркериться. Вот. Поэтому добавим одну пачку реки, чтобы все-таки инертная составляющая у нас в миксе была. Сегодня я бешуру поверта. Придется мешать все это ручными миксерами своими. Кормушечку взял, 80 грамм большую. Ей сразу буду закармливать, чтобы вот к вечеру, как только начнет темнеть, лещик крупный будет активный, сразу его поставить себе на точку и постараться там как можно больше удержать. На прошлой рыбалке мы добавляли горох и пшено. Ну, честно скажу вам, я просто сегодня приехал с рыбалки. Я лег в 11 часов дня, проснулся в 6. Сейчас в 7 часов я уже на следующей рыбалке. Готовить у меня зерновые никакого времени совершенно не было. Поэтому будем использовать готовые от Leon Bates, лещевые. На самом деле, очень, конечно, удобно, если нет у вас времени. Взяли готовых сразу. Несколько себе баночек и на рыбалке уже с кашами. Достаточно она плотная. И лучше всего, конечно, сначала упаковку помять. Так вот, и затем неплохо вытряхивается он. Дальше. Он имеет такую плотную кашеобразную структуру. Потому что здесь пшено, кукурузная вот эта крошка. Она, естественно, достаточно липкая. И чтобы ее разбить, я беру 3-х миллиметровое сито. И вот так вот просто-напросто растираю. Очень хорошая такая структура получается. Полностью все крупные частицы отходят друг от друга. Но здесь попадаются частички кукурузки, крупная гороха. Мы их никуда выбрасывать не будем. Потому что, как уже сказал, нам леща нужно как-то останавливать здесь. Просто сейчас структура получается такая более ровная и рассыпчатая. При добавлении сейчас в прикормки она распространится по всему нашему, скажем так, замесу. Здесь баночки у меня небольшие, по 100 миллилитров. А вот это вот 900 микс 6 зерен я буду непосредственно добавлять, вот как вчера на рыбалке, когда какая-то будет явная активность. Потому что в нем есть конопля. И если мы сразу его добавим в сухую прикормку, то толка от нее не будет. И обязательно этот момент нужно учитывать. После попадания зерен конопли, вареных зерен конопли, в сухую прикормку, они начинают, точнее прикормка начинает из конопли высасывать вот этот сок, влагу. Соответственно, конопля перестает быть тонущей. И после попадания на дно она начинает всплывать. Тем самым уводя рыбу с точки. Это нужно обязательно всегда иметь в виду и добавлять непосредственно пробками перед забросом. Здесь же у нас все тонущие каши. Пшено, горох, кукурузка. То, что любит лещик. Сейчас я перетерю еще, наверное, одну баночку. Три будет достаточно на весь этот замес. А, наверное, давайте, наверное, мы все четыре сделаем. Кормить, как говорится, так кормить. У меня все равно еще есть. Если нужно будет, я перетерю. Вот такая вот интересная получается рассыпчатая структурка. Главное сейчас ее до увлажнения сразу же закинуть в прикормку. Сыпучая прикормка быстренько ее, вот эти все частички, разобьет по отдельности. Ну и теперь приступим к самому опасному. С замесом аромы. Как уже сказал, слива. Ни разу не ловила леща на сливу. Давайте перемешаем на всякий случай. И будем замешивать. Дозировка вообще здесь по карповым меркам. 100 миллилитров на 1 килограмм сухой смеси. В принципе, если так посудить, мы-то и немного перебарщиваем. Всего лишь 100 миллилитров. Но у карпа дело одно. А вот здесь, при ловле леща, не знаю, как она себя покажет. Но аромат, конечно, вкусливый, просто бомбический. Ладно, тем будет интереснее. Время у меня еще есть, сюда будет приехать, если будет провальная рыбалка. Я обязательно половлю. Но я часто слышал, что, особенно спортсмены, они увеличивают дозу аромы. И ничего в этом страшного нет. В карповой ловле я, в принципе, тоже этим иногда методом пользуюсь. Иногда успешно, а вот иногда нет. Поэтому будем смотреть. Ну что, друзья. Три этапа увлажнения. Все по классике, все по стандарту. Затем, наверное, просто пробью через сито, чтобы разбить вот эти комки. Шуруповертом, конечно, в этом плане намного эффективнее мешать. Особенно большие замесы. У вас все комочки влаги разбиваются. Вот здесь вот, по сути, сейчас находится вода. Которую нужно вот разбить, чтобы она распространилась по всей прикормке. Ну все. Дадим сейчас настояться. И приступим к ловле. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok лещик любит на таких местах также гулять я когда зимой езжу на рыбалку я всегда стараюсь искать места с илом потому что он не мроется ему удобно искать там разную живность что делать в том случае если вот мы ничего интересного такого не видим я как правило более тщательно стараюсь проводить чтобы заметить ну хотя бы какие-то малейшие изменения может где-то ил потверже будет от какой-то какое-то сопротивление было может быть при ямочек какой-то на нем можно попробовать половить нужно вот кстати что-то отбило вот еще отбила так как только мы увидели что-то интересное сразу ставим клипсу чтобы этот участок пробить сейчас заново да вот она прошла вровка как же первый раз не заметил и все вот буквально я протянул один метр что-то начал отстукивать и все сейчас самое важное забросить немножко за клипсу то есть нужно просто подать удилище вперед чтобы груз упал за и мы заново смогли более тщательно уже посмотреть вот этот участок вот опять я не попал на него обязательно нужно учитывать в такую погоду что она может ухудшиться и вы не сможете ловить на той дистанции которую вы выбрали допустим дальняя да нам нужно что-то постараться поближе найти ветер дует в берегу значит рыба предположительно может держаться прибрежной зоне они наоборот на дальничке сейчас у меня немножко оснастка улетела маркерный грузик левее сейчас попробую правее кинуть возможно какой-то локальный участок там это и ракушки или еще что-то подобное ну на по визуальному где-то метров сорок падает и глубина небольшая метра два три вот попал один раз я теперь сейчас не могу найти что делать в этом случае искать искать то самое месечко которое нам попадалось можно попробовать немножко клипсу дальше поставить может быть я как раз таки вот в это место и бью и она не долетает ну то есть или долетает прямо в этом же месте пока груз падает я нахожусь на границе вот этого интересного местечка да кстати вот пожалуйста вот она местечко это просто я не добраться ну что клипсуемся подготавливаемся к экстремальным условиям и будем делать стартовый закорм контрольный заброс так друзья в стемнело прошел сильный ливень можно сказать со штормом ну порыва наверное не знаю может и 10 были так неприятно на открытой большой воде сидеть есть наверное не зон я не знаю что я тут со мной было пушек наверно свернулся давно и поехал бы домой вот сейчас наверно слышите видите какие тут волны прибой я весь мокрый сижу костюма дождевого нет в общем будет весело рыбалка будет экстремальная но от своей все равно поставленной цели я не отхожу будем пытаться хорошо что может быть и плюс этот ветер так как дождь все равно еще идет и он часть зон попадает остальное улетает туда дальше спрятал тут всю аппаратуру принципе более менее комфортно если конечно я переживаю только за то что смогу снимать наверное с одного ракурса вот с этого ну посмотрел по прогнозу вроде как часу должен дождь прекратится ветер еще усилится до 6 метров сейчас якобы 5 порыва 8 не знаю в общем что по тактике нашел я перспективное вот это местечко там я так понимаю на счет 89 у меня падает кормушка вот дальше там достаточно глубоко а потом вот начинает такой твердый суглиночек и начинается ракушка ну учитывая опыт ловли здесь могли чуть дальше приходилось идти сейчас просто слух прошел что в карп карп опять у меня и все на прошлой рыбалке заговаривался лещ стоит вот в этой части комфортно близко от машины вот и когда мы там ловили там есть или ракушечник или такая песчаная бровка очень много было среза поводков невосредственно вот при ловле на ней поэтому я чуть-чуть сместился дальше где-то там на пол метра метр оборот катушки сделал то есть как только вот начинается твердая может быть даже кормушка в итоге клай ложится на вот самые грани вот этой твердого участка а сам непосредственно поводок где-то вот так дальше я думаю что таким образом у нас и презентация хорошая получается четкая граница между мягким и твердым плюс вот это ракушечник плюс ко всему опа меня опять облилась плюс ко всему поводок не будет обрезаться так дальше решил я прикормку поделил пополам получилось достаточно объемное количество 4 килограмма прикормки разбухают прилично сейчас вот большой кормушкой я выкармливаю половину я вот уже сижу не знаю на 20 25 не знаю буду выкидывать всю половину как раз будет наверно уже полностью темно надеемся что клёв все-таки у нас будет я конечно в такую погоду вообще никогда не ловил в принципе тем более ночью отчаянный остался все-таки ну рыба конечно может бастовать наверно давление скакануло то жара стояла под 30 градусов и тут на тебе такой слом не знаю может быть активизируется может быть будет бойкот узнаем совсем скоро я продолжу закармливать мне еще наверно камушек 40 наверно выкинуть надо а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 показать вам не удалось но обязательно покажу в конце и сюда родной как уже он боится освещения есть может быть совпадение конечно может быть действительно на сыпухе особо его не удержишь но второй лещ уже заглатывает просто по самые но у меня побольше есть этот грамм 500 может максимум у меня там подки ложкой вот этот которого сейчас тоже вытащил намного больше да не невозможно невозможно вытащить да конечно друзья чтоб что не говорила когда на рыбалке клюет то в любую погоду можно сидеть и никакой сон не берет с таким клевом вообще супер так бы уже давно б смерз посетили бы 300 раз мысли о том что нужно поехать наверное домой но вот сегодня слава богу не так водочек сейчас ставлю короткий 60 сантиметров мы всегда здесь словили 60 70 сантиметров больше не ставили я просто решил самого начала думал у меня тут будет какие-то проблемная ловля в связи с этим погодными условиями но ничего сейчас вроде все отлично очень жадно клюет 2 леща не могу выцепить крючок просто по самые как говорят ей так горошек а еще добавим такими темпом у меня скоро и ком закончится кормушками продолжая большими бомбить так как клев активный то соответственно это и темп у меня большой возможно стоит кстати немножко и притормозить потому что есть насчет этого хорошая теория когда корма много лещ может вести себя достаточно пассивно потому что у него форма хватает в точке и он там спокойно себе кушает всем достается а если сейчас попробовать уменьшить дозировку поставить поменьше кормушечку то возможно клев станет еще лучше будет плевать буквально сразу же после заброса мы проверим эту теорию сейчас на нам еще одну рыбу вытащу и попробую поменять кормушку хотя вот часок половить на маленькую время сейчас наверно 2 нет уже 242 так незаметно обычно в 3 уже начинает светать но из-за того что погода сегодня у нас плохая тучи солнышко пробьется только друзья у нас очередной лещара вот это я понимаю класс вот это рыбалочка ух питер питер ну ладно будет хоть что вспомнить классно сразу же прямо ну вы сами все прекрасно видели в режиме онлайн приходится фонарь выключать чтоб картинку не портить но тут уже я с ним на ощупь скажем так разберусь чтобы особо она не пугался тоже хорошенький а и и и и и и и и есть а есть контакт вот этот как предыдущий друзья да вот отличная засечка за самый краешек но он и клюнул активно прям сразу же после заброса но губы у них конечно здесь вообще не вытащить крючки использую маленькие крючочки о прикормочку нашу кушает класс друзья супер просто я в восторге хоть и мокрый но довольный интересно вот просто сколько будет продолжаться такой клев все хорошо но как сопли эти от леща это самое наверное вообще неприятное занятие причем даже стиральная машинка не помогает если у вас лещ упадет на на ноги это реально катастрофа да вот немножко уже солнышко начинает показывать какие-то силуэты сейчас если еще с точностью прибавим к рассвету то я думаю может будет и повеселей так без фонаря мне поклевки никак не увидеть ну ждем время пошло спрашивали мне по поводу этого фонаря это многофункциональный кемпинговый фонарь как его позиционирует вот так он выглядит имеет два магнита в этой части я в качестве фиксаторов использую две монеты по 5 рублей палатки очень удобно фиксировать и вот на монтажном столике очень отлично держится дополнительно можно в принципе еще завязать на веревочках которые идут в комплекте заказывал на я на его на алиэкспрессе уже давно мне 21 есть на пульте другой вот обычный без пульта но вот этот без пульта держит немножко дольше здесь есть 1 2 3 4 5 режимов на 4 рабочих можно сказать вот я сегодня всю ночь сижу на втором я вот вторую рыбалку его не заряжаю ну конечно сейчас ночь достаточно такая короткая поэтому малов используется и вот в 11 часов наверно включил и сейчас уже через полчаса выключу вот а так конечно очень удобная штука наверно около 1000 рублей он стоит кому интересную ссылку размещу в описании и с пультом и без пульта да еще я его использовал раньше на подставку вот на треногу в таком положении делал поярче и он у меня освещал непосредственно саму вершинку дальше я примет треноги крепил принципе этого достаточно но главное чтобы к вивер тип был где-то но на расстоянии метра максимум если будет конечно далеко от как я сейчас сижу он так плохо светит вдаль он больше такой рассеивающий но удобно очень работать ночью висит в принципе насаживать можно даже без дополнительного фонаря налогного так что вот так при необходимости я могу его подзарядить у меня такой огромный power bank тоже офигенная штука заряжаю все аккумуляторы через него здесь 36000 но по факту проверяли где-то 32 все равно этого вполне достаточно на надолго хватит но у нас уже расцветает продолжаем логов и 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 доброе утро друзья ветер снова усилился а я паркую очередного лещичка иди сюда родной это уже 2 и хочу сказать что лещик клюет так именно лещи наплывами лев то вообще не прекращается смотрите класс это мне так если на скидочку сказать наверно уже десяточек таких даже есть побольше и десятка наверно 23 мелких там подлещиков но где-то вот таких вот грампа 200 наверно вот и два-три леща вылавливаю и начинается заново активный клев мелочи пробовал я вот и маркерный грузик ставить кидать и вправо и влево и за точку надежде что может быть он когда мелочь это все там активная то лещик стоит где-то в стороне но безрезультатно хоть зерном хоть без зерна хоть мотылем особо ничего не помогает видимо как тот подходит отходит подходит отходит вот сейчас посмотрим будет у нас третий или нет максимум ловил от по 2 правда было два и обидный обрыв там иногда вешаются такие экземпляры но я последнее время сейчас ловлю на 012 поводок до этого 01 ставил но после активного вот этого клёва когда мелочь долбит устал просто поводки менять поставил полтот потолще то что если криво активный поэтому нет смысла никакого деликатничать с поводками там крючками потолще поставил и в принципе никакой разницы особой не заметил бывает даже чуть слету клюет но сейчас хорошо что нет поклевки мы надежде может быть еще увидим еще вы потому что обычно я забрасываю из поклевка следует буквально там через 30 секунд сейчас тишина может быть лечь там выгнал всех этих мелочевку посмотрим в любом случае конечно это супер рыбалочка сегодня просто от души какое начало было страшное даже но оказалось все намного приятнее а и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Время 7 часов Буквально, наверное, полчаса назад закончился этот бешеный клев Это просто какой-то дурдом творился Лещ просто вообще отсюда не уходил Я сбился со счета, сколько я поймал, но, наверное, десятка-полтора подряд я от полкило до килограмма Такие серебристые достойные слитки, которые доставили мне реально массу удовольствия Сейчас еще продолжается клев, но, как вот и раньше было, подошла мелочь Так в перемешку с небольшим подлещиком грамм по 250 проскакивают Это вот тоже очередная мелочевка Да, конечно, я в шоке, я не предполагал вообще, что такое может произойти Видит Бог, я не знал реально, какой будет исход рыбалки Когда сказал, что хочу напороть леща Я не знаю, как я буду садок подымать Но там реально его много Я просто сегодня оторвался по полной Спасибо дамбе Практически на каждой рыбе приходится экстрактором освобождать крючок Ну, не знаю, в принципе Поводок пробовал, меньше ставить все равно Тоже самое, длиней пробовал Одно и то же Так, друзья, по поводу монтажа я совсем не рассказал Не про снасти Значит, я сегодня использую Скользяк Без отвода На шок-лидер Одеваю сначала вертлюжок Затем бусинку И вяжу узелком Allbright Отвод из флюрокарбоновой лески Подойдет, в принципе, любая жесткая леска Вот я использую там китайский флюрокарбон Они копейки стоят Главное отличие его в том, что он более жесткий Поэтому при забросе он, во-первых, поводок наш отводит как бы в сторону И меньше путается Кстати, чтобы еще меньше путалось Я сегодня сделал узелок Он отлично держит петлю Если вы делаете поводки из тонкой лески Просто-напросто методом удавки Вы одеваете на отводик И затягиваете до узла Отлично держится Никаких сходов Я раньше, когда увидел первый раз Данную конструкцию Думал, да нет, тут рыба будет какая-то посильнее И сразу же все соскочит Но на самом деле оказалось все не так Отлично ловит и меньше путается И снасть более чувствительная получается А с петлей Она же не плоская Получается, что есть небольшие зазоры Это когда рыба совсем уже вялая Это там влияет Когда уклейку может какую-то ловить А когда такие поклевки, что удочку отдай Я думаю, что так Это я просто, чтобы лишний раз не распутывать поводки Конечно, намного меньше путается Стоит брать себе на заметку Кормушечку Открытого типа Сетку Точнее, полуоткрытого 80 грамм Ну, 80 я поставил из-за того, что Приходится дугу постоянно вытягивать И чтобы кормушку с места не сдвигать В принципе, здесь может и 50-60 грамм стоять Никаких проблем Ну, целесообразнее Чуть-чуть потяжелее Зато проще в этом В работе Тестирую катушку Нейски, на которую делал обзор Вчера вот ребят спрашивали там в обзоре Что с катушкой за это время Которую ты уже эксплуатировал Да, в принципе, друзья, никаких нареканий по ней нет У нее отличные внутренние характеристики Единственный косяк только в том, что здесь нет стопора обратного хода Но я, в принципе, привык Пользуюсь вот обычную дужку Скинул потихонечку Тут, как говорится, просто дело привычки Нормальная укладка И то, что внутри достаточно хорошие стоят внутренние составляющие Черная шестеренка Которая позволяет работать с тяжелыми кормушками Я вот вчера работал с ней 120 грамм А вот наш и Леша пришел Точнее 100 грамм Вот сегодня 80 И вообще никаких вопросов Фрикциончик четкий работает Ну, не знаю За свою цену я, конечно Этой катушкой доволен Если еще покупать подешевле То будет совсем супер И многие думают, что вот эти На Алиэкспрессе Эти катушки Они какие-то другие На самом деле все то же самое Я разбирал и одну, и вторую И никакой разницы абсолютно нет Единственное, вот почему-то там У китайцев нет больших катушек Все только вот спиннинговые И вот это вот самое максимальное Пятитысячное А это, кстати, у нас Крупная густерка, а не подлещик Да, и снова экстрактор Заглатывают, конечно, они просто Вот мне сейчас повезло Так, дальше У меня шок-лидер Я использую самую, ну, как бы бюджетную Вариант Это Климакс Миг Четырехжильный 0,18 Как правило, я вяжу там 7-8 метров Ну, потому что оснастки постоянно перевязываю С запасом небольшим Вы узло вяжете Побрезаете Вяжете, обрезаете И шок постепенно уменьшается В принципе, его тут достаточно Только на длину удилища И чтобы несколько витков были На катушке Чтобы у вас не получилось так Чтобы узел Ну, где-то посередине висел Ну, если нужна дальность То нужно отмерять шок прямо Точно, чтобы лишнего не было А как у меня сейчас Тут дистанция небольшая То никаких проблем нет Если вы намотаете там И 10 метров шока Я вот, допустим, специально больше наматывал Чтобы не было обрезов Потому что там свал и ракушка Вот на предыдущей рыбалке я ловил И после первого обреза А у меня был всего там метров 5 шока Я намотал 10 И вся вот эта нагрузка На агрессивную среду Там на обрезы Пришлось на шок А не на основной плетеный шнур И плетеный шнур Я точно такой же использую Climax Пробовал я в прошлом году Некоторые дорогие шнуры И да, его там покупал За две с лишним тысячи Восьмижильные Ну, да, конечно, они тихие Ими удобно очень работать Но по мне Как лучше чаще шнур поменять Чем один дорогой Я вот этим Climax пользуюсь Он мне полностью устраивает Да, я пол сезона отловил Перемотал потом с одной катушки Шпули с зада наперед И ловлю дальше Утилище у меня сегодня Спортекс 3,90 С тестом 90-150 Но я делал обзоры на данные бланки У меня полный комплект Спортексом Я ими полностью доволен И почему взял 3,90 Просто из-за того Что, предположительно Было ловля на тяжелые кормушки А им более Им более Ого Им более комфортнее работать в ветер Хотя бы я с удовольствием Был бы взял 3,60 Для кайфа Ну, вот 3,90 Тоже достаточно Палка мягкая Мне нравится Ну, как говорится На фидер Выбирайте, конечно Под свой бюджет Под свои предпочтения Я пользуюсь Портексом Потому что доверяю им У меня карповые бланки все Уже там 3 года я пользуюсь И 10-летняя гарантия И никаких поломок у меня не было Я в плане надежности Мне в душе, как говорится, спокойнее Я ни одного еще вершинки Вот у меня 6 бланков Различных И хэвики, и медиумы И я еще ни одной вершинки Ни на одном бланке не поломал А если даже и поломают То никаких проблем Купить его нет Да, конечно, у них Цена такая кусачая Но Тут уже Каждый выбирает Вот наш очередной Алеша Супер, друзья Супер Он просто не уходит Вот вам эксперимент Как говорится, удался А ромы навалили От души И все равно Лещ стоит И активно Клюет Ну Будем ловить Я думаю, что Прикорка у меня осталась Максимум еще на часок На полтора Да и в принципе Уже, наверное Время как раз будет подходить Что клев должен Потихонечку стихать Хотя я здесь Когда днем приезжаю На рыбалку То он клюет В принципе весь день С перерывами, конечно Но Основной Жор приходится Именно вот на Это время Так что, друзья Я продолжу А вы наслаждаетесь Прекрасными кадрами Вываживаний Эх, красота Прекрасными кадрами Так, ребята Надо что-то делать Надо как-то Сворачиваться Ехать домой Но это Какой-то наркотик Что сделать Чтоб теперь Лещ Ушел От меня Чтоб я спокойно Начал собираться Это вообще Творится Какой-то Ад В хорошем смысле слова Насадка Прикормка Пшик Считаем По секундомеру Приводняется 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 Есть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадцать 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 38 39 39 40 41 нет 39 было уже первое начало поедания и так уже продолжается наверное часа 3 при желании наверное можно поймать ну просто сколько хоть хотите причем уже нет давно мелочи просто идет один мерный подлещик ну как почти лещик грамм 700 600 редко попадается чуть помельче вот таких вот больше всего на 500 грамм на его волной прямо оттолкнула вот вам пожалуйста так друзья наша рыбалка подошла к концу конечно было очень трудовая честно скажу что от такой рыбалки тоже устаешь реально я просто устал уставший но очень довольны потому что наловил я просто неумеренное какое-то количество леща безусловно это самая лучшая рыбалка вообще в моей жизни фидерная имею ввиду дату уральскую рыбалку я конечно переплюнул по улову сейчас я обязательно его покажу я специально не принес чтобы не травмировать рыбу здесь кирпичи буквально быстренько вынесу если по дыму покажу и пойдем отпускать что хочется сказать друзья не бойтесь экспериментируйте возможно это повлияло на результат возможно можно было сюда и с кашей какой-то приехать и столько же наловить неизвестно ну я изначально так планировал и рад что в мои идеи скажем так какие-то догадки риск была правда я наловил огромное количество рыбы получил мария удовольствие просто я счастлив ты везу давайте вам покажу все-таки улов это какой-то пипец друзья я не знаю сколько тут я попробую посчитать хотя бы лещей жизнь боже мой сколько тут рыбы друзья занимайтесь фидером любите рыбалку и вас всегда было такие прекрасные уловы давайте отпускать не будем мучить рыбку